Стас, ты тут проиграешь, что ли? Что там по монетке? Ты заметил или не заметил? Да, я выберу панд. Панд, у нас драфты уже пошли. Открывай их табличку. Заранее универсальную. Проиграл. Стас, а вот как это происходит? Объясни мне, пожалуйста. Ты вроде пошел по самому простому пути. Я возвожу ее, как должно было быть. Не, мне кажется, рано или поздно. Но плохо бы стояло. Что у нас по итогам? По банам. Сэм задумались, кого же банить. Мне кажется, они очень сильно задумались, что готовы ли придерживаться командой, или она готова играть. Это очень... Гирокоптера забанили. Ну, ТСМ просто... У них первая фаза полностью продумана. Я смотрю на баны. Не важно, там играли они или нет. Этими героями они просто в любом случае банят. Ну, да. Не устраивает. Ну, вот за гирокоптера, кстати, не играли. На всякий случай пошли, да? Либо не досмотрели. Да и с инвокером, по-моему, мы играли, а не? Не, это умом сейчас будет еще... Сэм, если нормально начнут банить. Не играли? Не играли. Не играли с инвокером, не играли. А с гирокоптером играли. Ну вот, значит, они умом понимают то, что сейчас... Ну, не подстраиваются, это правильно. Да, панды психанут, начнут пикать своих героев. Всех. Что у нас? Вопрос по ДБ, да, стоит в первую очередь. Что еще не было? Варлок, возможно. Но Варлок на ФП прям не очень сильно выглядит. Для банд? Можно Свена просто забанить. Нет, я про ТСМ, про бан их. Про бана. Вот. Свен, ДБ, Варлок. Андайанга забанили. Уважают Леху на Андайанге. Леха на Андайанге прям жесткий. Время, я там помню, он каждую игру выиграл. Так Свену убрали. Это Брю. Второй уже был. Правильно? Брю у нас... Да, был. Был. Отказались, панды, от своего челленджа. Решили сыграть нормально, но почему бы и нет? Берется Брю, отвечается Бисмастером. Интересный ответ. Мне кажется, можно было и саппорта, да, какого-то подобрать против Брюмастера. Вот открыли прям две тройки. И очень интересно, будет ли это работать вообще. Ну, как бы пик панды понятен. Вот, ну я про Брюмастера имею в виду. Вот этот Бистмастер, мне кажется, ну точно не тир один. Ну, есть плюсы, то что это типа его сигна, да, но я согласен. Можно было открыть какого-то Феникса, допустим. Почему бы и нет? Брюшку, я уверен, что нормальный герой работает. Какого-то того же Варлока, да, можно было открыть, которого сейчас забанили панды. Просто два сапа их забанили, которыми они больше всего играют. Панд разозлили. И взяли панду, правильно? Да. Панд разозлили и взяли панду. Что тогда пандам? Если посерьезки, можно уже тогда подумать, что пандам нужно. Так, у них 14-15. Что я могу забанить? Антарес на Скай, да, каком-то, наверное, будет. Да, можно, можно четверку подбанить. Мне нравится либо Течис, либо Скай. Хотя, слушай, Скай плохо себя чувствует против Бистмастера, потому что он обычно умирает просто от Смонов. Вот, и ты там Пайп в любом случае можешь взять сейчас на Бесте. Может, даже Мидера стоит какого-то подбанить. Мидера, потому что 18-й пик, да, у Нейн Пандос. Потому что всех коров, которые хороши против Бистмастера, ты в любом случае не забанишь. Да, есть такое. То есть их там очень много осталось, начиная от роля, заканчивая каким-то ТБ дузой. Лут сикеры убрали. Несмотря на то, что они сейчас прям очень хорошо поставили линию Бестом. Может, все равно неприятно, и с условием того, что там не будет БС лич, а что-то попротивнее от Соло. Ну да. Так, нужен сапик какой-то нейтральный. Есть какой-то Рубен, они раньше играли. Ари Раста, да, Шадо Шаман есть. Есть Шадо Демон. Открывает Скориона. Ну, это хороший грав, да. Уже, да, нормально пока что. Какого-то, наверное, Джакира, да, для Лехи можно взять. Феникс еще остался. Шторм. Шторм хотел. Декие атаки. И Скай для Антараса. Ну, пошли по сигнатуркам, на самом деле. Понимает, что одна карта до вылета решили сыграть... На серьезночек? На серьезночек, да. Осталось 10 секунд. Мне нравится Дуза. Осталось 5 секунд. Как вариант. Либо, возможно, просто герой против Скай, который может его перебить. Точно ответ должен сейчас быть в Шторма. Потому что потом подбанят. Сларк. Сларк хороший герой в Брюлика, как мы знаем. Но линия будет все равно сложноватая для Сларк. Интересно, а можно ли сейчас сыграть вообще через условный клэп какой-то замакшенный? Ну, у тебя пиво не работает, да, просто? Да, пиво не работает. Так нет, ты 1-1-3 у тебя раскачка на пятом. 1-1-3 тоже подойдет, да. У меня была еще альтернатива, да, через пассивку замакшенную, чтобы просто выиграть. Можно 2-1-2, там, что-то типа того. В любом случае, ты через пиво будешь качаться, и тебе нужна пассива. Вот, клэп максимум в 2 берется, не больше. Мне нравится Леон, мне нравится Пугна против этих героев. И Клок, наверное, какой-то неплохой. Но, опять же, есть Дизраптор, который мне очень нравится, и, не знаю, просто ребята игнорируют. Дизраптор. О, не игнорирую. Твой любимчик, получается. Здорово, мужик. Тут дизречок вообще. Под фуру, так раз они будут стапить килы, убивать Брюмастера, Ская. Это их единственная, на самом деле, задача. Ну, сейчас мы, конечно, увидим полный драфт панд, но пока что Сларк выглядит очень сильно. И важно сделать, чтобы у Сларка была фрилиния. Слушай, панд так-то выбор небольшой, невелик. ТБ, да, остается какой-то для того, чтобы забалансить линию. Вайда, ты вообще не хочешь брать в Биста. Нага, Нага. А, тут очень фри Нага. Нага неплохая. Тут фри Нага, если они хотят выиграть, они сейчас ее возьмут. Нага неплохая, я вот еще по поводу дузы думал. Да нет, дуза зачем? Все-таки в дузам, мне кажется, в Биста стоит, ну, нормально, хорошо фрифармит, но все-таки Бист тоже там что-то свое берет. И потом Сларк с дузой хорошо справляется именно в лейте. Я, кстати, знаешь, что видел? Я видел Сларка, дузу против Сларка с диффузами. То есть обычно, знаешь, Сларк в дузу диффуза берет. Я паблик играл, смотрю, диффуза на дузе, и они работали, приколи. Ну, потому что так-то у тебя, сколько там, ну, маны 600 на Сларке. Ты всегда Dark Pact Pounds нажимаешь, ты смотришь, там, остается 200 маны, тебе приходится Shadow Dance вообще прожимать. Ну, посмотрим. Сейчас что возьмут? Алхимика. Алхимика. Не знаю, Алхимика мне не нравится. Такая нага фри была, почему они ее не взяли? Ну, Алхимика привычный такой герой для Рамзеса, но обычно они брали его напоследок. Один раз ошибся, и ты ошибся. Согласна, согласна. Ты ничего уже не сделаешь, что там в корма Чапи Сларк на тебя перебьет. Да, Биста прикольно, да, Фуриона прикольно. Именно на линии. Но опять же, на линии эти герои будут стоять с тобой 50 на 50, в моем понимании. Ну, может, чуть-чуть Алхимика посильнее будет. Хороший бан. ДП прям вообще тут такая, прям секси была. На миде супер. Тебя просто не успевает убить Алхимик, да, потому что у нее берст демеджа нету. Хороший бан. Да, у нас получается вот СМ, власт, надо придумать кого-то для панд. Для панд будет пятерочка, да. Обычная пятерочка под Варлока. Сейчас подумаем. Под Варлока? Под Алхимика. Под Алхимика. Я понял, о чем ты думаешь. Джекирик, кстати, подбанили. Хотел бы я Варлока, да. Под Алхимика. Варлока нет. Да, Варлока нет. Может быть сейф вообще, да, какой-то? Кто? Сейф от диза какой-то. Я думал, ну, как-то жиденько. Мне кажется, им нужен герой какой-то... Пугна? Под Шторма? Да, Пугна под Шторма, хорошая линия. Есть еще Течис. Им нужен герой против Сларка. А, слушай, так это... Ауе. Так это Инча, не? Для Солфи. О, Инча лайк, темп мне нравится с Инчой, да. Это прям очень хорошая линия будет. Против Биста хорошо работает герой. С Фурионом можно там подраться под Крепом. Да, прикольно. Сейф, конечно, прям очень хорошо. Это Майли Джекира, потому что вот именно против Сларка, если искать героя, это на пять, это Дизраптор и какой-то Джекира. Возможно, какой-то Феникс еще может быть неплохо против Сларка. Ну, у них просто нет ответа на Сларка, я поэтому тущу именно на позицию пять. Хоть какой-то ответ. Ну вот, это, кстати, хоть какой-то ответ. Ну, такой. Ну, слушай, сейчас просто через Кабанов играются, и эти Та не такой сильные в Биста. Плюс, опять же, есть Фурион, да, скорее всего, четверка будет. Не, мне кажется, сейчас Леха их там нормально отпинает. Если что, под Барночкой. С Теплером, да? Ну, смотри, первая пачка. Какой у тебя ответ на Бисте на Фурионе? Если ты ошибся, не кинул сразу топоры, тебе просто заряжается банка, Титан набегает, ну, с духом, да, от двух героев и пачки, и просто выбивает пол-ХП за фри. И что Бист, что Фурион на это просто смотрит. Неважно, в кого он нападет. То есть, Стана нет у ТСМ. То есть, опять же, линия должна быть сыграна... Тинем. ...своего героя. ...нормально, и тогда они выиграют ее. Так, Брайл. Ну, хороший ответ Тинем. Тут. Скай можно фармить, против Штарма, брюшки не дать разложиться. Хороший драфт у ТСМ, на самом деле, тоже. То есть, если игра будет ровной и затянется, хоть чуть-чуть, ну, где-то там, на минут 25-30, не знаю, Сларк тут всех убивает, в моем понимании. То есть, но, опять же, у Пант есть неплохой лейнинг в боте, есть неплохой лейнинг в топе, по ощущениям, да. Шторм, ну, тоже до шестого, по идее, против Тинека. Ну, в принципе, все нормальные чувства. Да, там зависит очень много, как сыграет именно Фурион Ари. Да. То есть, если он прилетит под мид, кинет гранату, сделает игру очень сложную Шторму, то ТСМ могут задавить. Ну, короче, тут надо... Очень много зависит от исполнения. Тут надо смотреть игру. Да, давай, давай. Да, но тебе надо дать предикт, поэтому соберись с мыслями и четко ответь. Да, много тут, согласен, вводных, так, переменных. Ну, давай, мы в тебя верим. Давай, Стас. Ну, ТСМ, что? ТСМ. 2-0. Сэм, ну... Давай, Олег. Стас, как бы, базированный спич выдал. Единственный плюс тут пант может быть в том, если прям очень сильно касанная Саря проиграет линия. Вот, если будет у них, там, не знаю, 40 на 60, да, то есть если 60 на 40 будет в сторону на пант, то панды выигрывают. Если 50 на 50 они отстают эту линию, то ТСМ, скорее всего, закроет ту 2-0. Окончательно? Я все-таки притоплю за пант. Окей. Мнение наших аналитиков разделилось немного. Это вторая карта. Мы напоминаем, что панды отказались играть в свой челлендж и взялись серьезно за игру. Поэтому в этой карте они играют практически все на своих сигнатурках, да? Будем смотреть. Карта становится интереснее. Конец дня. Жаришка поднимается так, что комментаторы, ловите вам слово, не подведите нас. Да что уж мы, куда же мы подвести можем? Найт Пандас подвели нас, как мне кажется. Все же я хотел уже до конца нужно было давить, гнуть свою линию к финалу, если он, конечно, был бы вернуться. Команда сдается уже для меня на этой второй карте. До сигнатурки вся эта история, но я боюсь, что жизнь может наказать, и ТСМ все равно могут карту в итоге забрать. Даже если возвращаться к этой теме трафтов, не думаю, что плохой пик был у Найт Панд в прошлой игре. ТСМ их переиграли. ТСМ их переиграли, наверное, во всех аспектах. И ранние, и мидгейма. Поэтому, я думаю, возможно, тут не решают пики. Ты хочешь сказать, что команда ТСМ не так уж и плоха, как думают наши кореша из Бэтбум и дают котировки, что Найт Панда с прематчем были явными фаворитами? Да, наверное, к этому я хотел подвести. И знаешь, что самое интересное? Я не видел, как ТСМ тусуются. Да, да, они не тусуются здесь. А Найт Пандес бывало, бывало, не каждый день, но бывало, что ребята... И в этом нет ничего плохого, в этом-то и специфика нашей дачи. Здесь и нужно тусоваться и одновременно успевать играть доту. У тех же Джи это в целом получается. Джи играют у нас в финале Винеров. Напомним, напомним, конечно же, про наших крешей с Бэтбум, которые подогнали крутую акцию. Делайте ставки на Бэтбум дача в сумме от 1000 рублей. 1000 рублей набираете в сумме и все. И вы участвуете в розыгрыше крутых игровых девайсов. PlayStation 5, Максим, и что еще? А что еще? И фрибеты, фрибеты, Максим. Самое кайфовое, что можно лутануть от Бэтбум, это фрибеты. Большой призовой фон, 200 тысяч фрибетов, забирайте из него часть. Поехали! Поехали смотреть вторая карта TSM Night Pandas и много в чате писали, что там, какой там эксперимент, какая там игра. Все, забейте, у Night Pandas просто игра в доту. Никаких там выборов в драфтах необычных. Все, дефолт, сдались рано, когда почувствовали, что из турнира уже вот вылетят. Знаешь, я подумал, может быть, к TSM ввести какие-нибудь штрафные санкции? Почему они не тусуются? Почему Night Pandas тут проводят хорошо время, а TSM приехали, что, побеждать турнир? Они что, вот так серьезно намерены трайхардить? Да, да, Максим, я с тобой полностью согласен. Хорошая мысль, я ее запишу. На будущие дачи мы обязательно это обсудим и решим, что делать. Ферстблат на соло. Снова пейсмастер на линии. Может быть, в этот раз линия не настолько сильна, как 30 минут назад. Все же с Вингой пейсмастер там по-особенному раскрывались, но тем не менее ФБ есть. Ой-ой-ой, Дизраптор, еще один удар, стихи есть, фласка есть, все в порядке, Дизраптор уже скоро вернется и пойдет по-новому наваливать. Обидно, что не добили, он сейчас в лову вернется за счет фласки. Как-то могли еще килл получить. И Солыч в ответ в соло делает килл. Никак Морамзес не помогал. Беднягу Фуриона он забил степлером. Если открыть разные топы героев по мнению саппорта в четвертой позиции, то окажется, что Фурион в топ-3 будет всегда находиться в этом патче. Уж слишком крутой герой, который создает хаос похлеще, чем любой герой, который выходит через парные порталы. Я удивлен, что даже на второй стадии драфта в итоге он остался и спокойно те сам себе его подобрали. Так что даже вот такие моменты на Чиспрофе чисто в теории может подключаться и помогает. Сейчас нет, попытаются убить без него, еще один удар от Дизраптора, Сларк не добивает, но это не важно. А тут Фурион, кажется, может мид прилететь, заметил. Ууки, атаки нет. Танго, нет топорика. А если руну воды, например, да, сейчас вторую просто своровать, это было бы очень круто. Но телепортейшн в КД обидно, обидно, вот классные тайминги сейчас. Представьте, Шторм был бы без этой руны воды, все, пустой боттл, пару ремнантов и Шторм был бы Мадо нажал в Паунс. Прикол Кимориген красиво перекладывает там все свои веточки и стики. Это уже такой базовый процесс всех вообще игроков. Выработался переложить предметы с атрибутами. Так, ну как? Второй левел. Ну, несмотря на то, что он тут умер на ФБ, вроде как все неплохо у Рамзаса и Соло на туплении в этот раз. Да, все же после прошлой карты и правда смотришь на игру совершенно иначе. Алхимик на фри. Хотя помню, у Рамзаса уже вроде был Алхимик и старт был очень тяжелый. Хоть и потом Алхимик по ходу игры разгоняется в лесу неплохо. Здесь все и на линии. Классно. На центре. Шторм. Хороший прессинг Брайла. Брайл под Тавром. Крипов всех добивает. Кстати, Тос появляет и прилетает сюда. Ари ставит из Прутея. Что по Топорику? Или Танго? Этого нет. По Тавр летит Шторм. О чем мы с Максимом вот так и рассказали. И про руны, и про выход мид. Почему Нейчис Профит это один из лучших героев сейчас на позицию 4. Может быть даже на позицию 5. Стоит его забирать. Но в любом случае, это было на Тоненького. Брайл почти отправился в таверну. Несмотря на то, что момент был 1х2. И атаки. Да, и Тинни все сейчас остается на малых ресурсах. Даже с руны воды могут быть небольшие проблемы. Шторм уже появляется и прилетает в мид. И Тинни, похоже, и вовсе уходит на базу. Неплохой прессинг от Соло на топе убирает Нейчис Профит фраг для Рамзеса. Снизу размен Тимадо Мьеро. Антарес выживает под Хелланд Селф. На топе без мастера стоит С1, который пытается прессинговать эту даблу, но с трудом. Два милишника, как только добирается до НП. Это конец. Я заметил, что уже очень много ресурсов принесли вниз игроки ТСМ. 15 крипов у Старка. И может быть, стоит открыть на творце посмотреть, что там вообще у Старка по суммарному золоту очень мало. Антарес, снова Ари, прилетел и тут же килл. Вроде только его убили, он приходит уже на другую линию и начинает давить. Бримастер, было одно танго, Спруты ставят, чтобы перекрыть проход. Глимсует Мьеро. Как же Нейчис Профит решает всю карту на миде, на ботами. Спасет ли без мастера здесь Нейчис Профит? Он уже и тут, он Спруты ставит на соло, он идет давить, медалька на пятой куплена. Соло в таверне. Превосходно. Просто медалька, ты не ждешь так рано. Ты не ждешь так рано, ее две веточки, медалька и танго, и поехал. И это мог быть уже какой-нибудь урна по таким же деньгам, но решил Ари сделать быстрый Солар Крест. Это естественно хорошо. Это круто. Это просто медалька, посмотри, потом будет Атос. Да, да. Главное пока не грейдить. Да, это какой-то оркет может появиться, если игра будет вот так вот классно складываться, НП пока выше Шторм Спирита. Нападение на Тиммадо, Паун все в порядке. Тиммадо развернулся. Ударил. Семь стиков, надо нажимать. Эрком болт летит. Да, и со стиками в порядке. Может быть через 40 секунд получится законтролить Лотус, пока нет шестого у Сларка. Колба. Алхимик взрывает сам себя. Проблема Алхимика сейчас игры против медальона, что у Алхимика мало брони в целом. С этим медальоном можно пытаться убивать. На центре снова этот Дечис Профит прилетает Шторм без ультимейта. Уже MVP можно отдавать. Вот 5 минут игры прошло. Вот это просто идеальная игра. Вот когда вас спрашивают, почему, значит, профи сильный герой в умелых руках, что он может делать. Не стоит на линии АФК, а вот так вот играть. Так, конечно, Фурион сейчас в ранней игре очень сильно решает. И ТП на топ от Ваймона. Давай, Ария, пора. Убивает, нет, оставляет фраг для бисмастера. 8, 2, Шторм. Где? По Нетворсу. Нет ТП, он пешком бежит сейчас. Седьмой. Седьмой киатакал. Конечно, он вернется, я не сомневаюсь, но там в топ-3 когда он будет, вопрос открыт. Седьмой заметен по Нетворсу, а не уровень. Уровень у него все еще пятый. То есть, чисто в теории его могут снова убить сейчас. Он просто могут ворваться и убить. Сейчас это было бы очень нагло. Но это вроде даже можно прочитать. Можно прочитать такой момент. Дизраптор. Киатака. Сейчас скрипы подойдут. Шестой. Пока отсутствует. Кинетик. Телепорты есть. Киатака пошел то скрипа бы добить каким-то образом. Киатака! Шестой взял! И прямо в момент анимации добивает его. По-моему, это был Тандерстрайк. Глимсует соло. Ну, хотя бы взял шестой, но это просто невероятный тильт. Как облизывают Брайла. И как 0 помощи для шторма. И сейчас для Фариона очередной может быть мув сделать просто ТП на вражескую. Руну Мудрости он это и делает. А как он выйдет оттуда? Просто пешочком? Это с разницей. Окей. Оп, вотчера взял. Скан нажали. Надо перехватывать с другой стороны. Вообще, ребята... Так, а... Скан нажали. Да, они поняли. Они поняли, что происходит. Нападение на тимат. Тимата Би-шестого. Паунс нажимает. Киатака остается. Все еще возможность убить Сларка. Сларк взрывается. Вайдму на месте. Уровень 5. Дизраптора. Что? Мана мало. Киатака. Ничего не сделать. Бракаст отправил Акиатака. Пытается улететь от Утари. Говорит, выходит опять этот Течис Профит. В этот раз он просто пешком пришел. Взял руну Мудрости и спокойно залутал килл на Шторме. Может, Мидасик? Ладно. Ладно, без Мидасиков. ПТ. ПТ-петальон. Он сейчас в соло полкоманатом в состоянии Найт Пандус уже пробивает. Мейеро. Уровень 4. Максим. Максим, уровень 4 у Бримастера вообще на 8. И тебя и тут саппорты бить с пятым уровнем. Ну, для меня это, в принципе, классический геймплей на оффлейне. Но для Мейеро, я думаю, может наступить тильт. Да, Рамзик. Ну, не то, что один придет одному ему играть, но пока только у него все неплохо складывается. Уровень 6 берет. На Рамзес нападение. Нечис Профит ставит спруты. Рамзес спруты. Ультимейт. Топорик. Там где-то в КД перекладывает его. Минус Рамзес. Да, и, конечно же, наши кореша из Нуфстор предлагают крутую одежду. Заходите к ребятам на сайт, приходите в магазин в Москве. Промокод ДОТА2. Скидка 20%. На все подробности под стримом кликайте баннер, найдете, изучайте. В общем, 12-3. Крутая активная ДОТА. Знаешь, Дизраптор как-то слабенько фармит. Выделяется из общей толпы команды ТСМ. У него всего лишь тысяча шутенетворца, а вот все остальные находятся просто в топе. Как-то пока... Дизраптор Амзес. Не работает пока, Максим. Драфт. Такой уже. Когда мы сдались, мы, это команда на Инпандос. Да, но сразу понятно было, что ТСМ серьезно настроены. И по первой карте это было отчетливо видно. Нападение. Четвером. Скаймаг подходит. Параллельно убивает Брюмастера. Как же долго живет этот бист своим домиком. Но добили. Добили. Ари продолжает зарабатывать фраги. Но, похоже, АТОС не за горами такими успехами. А для Шторма это будет просто катастрофа. Есть уже статик. Был использован. Видимо, Мьера с помощью него убивали. Да, хоть он еще по-прежнему без Праймал Сплита. На 10-й минуте Брайл. Проказ на готовике. Атака сам полетел. Выход на Скаймага. Это может быть ошибка для команды ТСМ. Брайл вытосывает подальше героя Найт Пандас. Сыпили двоих. Стрик на Нейчис Профити. Можешь заработать очень много денег. Ари дерется. Вортекс получил до конца. Атака без ресурсов. Соло забирает стрик. Это плохо. Это очень плохо, что Шторм сейчас не камбэкнул за счет этого стрика. Глимсует Скаймага. Давит Соло. Ребята распределяют ресурсы. Это не очень хорошая мысль. Похоже, два саппорта могут уйти. Нет. Тос. Файт Муна. Летит дальше. Тандер Стайк. Что там по нему? Все в КД. Уходит Скаймаг. Тандер Стайк может появляется поздно. Да и не факт, что хватило бы его. Потому что это выглядит как соло килл для Касани здесь. Заряжает бочку Рамзе. Сможет ли он его выкинуть? Он не сможет выкинуть. Ай-яй-яй-яй. Ария прилетел. Но он очень плотный. Получится ли его убить? Продают ли Ария? Я не уверен. Рядом Тинни. Тинни подходит. Тинни сейчас может выдать проказ. Соло давит до конца. Летит Шторм. У Шторма заканчивается. Мана. Он остается в спрутах. У него нет топорика. Он надеется лишь на ультимейт. Избивает. Летает эта птичка бесконечная. Бесячая. А Киатака топоры. Глимсует Шторма. Классный эхо-стомп. Но взрывается Шторм Спирит. Киатака, который играл много этим Штормом за последние пару дней. Вы откроете его матчмейкинг. Это его один из лучших героев сейчас точно. И его уничтожает. Всегда был один из лучших. Так, Киатака наверное считается одним из лучших Штормов вообще. Там у меня, знаешь, топ Штормов это где-то Сумаил там в этом топе. Киатака. Вот это те первые два дника, которые у меня ассоциируются с этим героем сейчас в данной мете. Рамзес. Топорик. А? Что? Куда? Проел не то. Еще. Уже спорты закончились. Колба Рамзес взрывает. Ой. Ой-ой. Думали, что Рамзес полетит за героем. Скорее не хотели ему дать просто выкинуть эту бомбу. Возможно, так бы Тинни еще набежал. Рамзес фуловый. Блинкдайгер на 12-й. Максим Тинни готов. Шторма убивать сейчас. Минимум помощи. Шторм. Полетел. Куда? Круты. Ари. Телепорт. Да ладно, да ладно, да ладно. Вортекс есть. Все в порядке. Я уже испугался. Иначе с профит с высоким уровнем добивает эвоки. Атака зарабатывает с командой неплохие деньги в этот раз. Активная руна намечается. 12-я минута. Что же заспавнится? И где? Правила контроля топ. Это хас для Тинни. Отличная руна. Он может сейчас просто бежать в пятерых героев врага. Никто ему ничего не сделает. Тинни. Хороший проказ. Тос. Скаймага. Тинни. Хватит для ресурсов. Мистик флеер ставится. Кинетик. Рор. На шторма нарычали. Ястреб. Не успели. Не успела птичка присесть. Рамзеса глимсует. Рамзес подрубает ультимейт топоры. Хватит ли прокаста? Прокаста хватает. Бисьмастер остается здесь. Тинни на лоу хп. Примастер давит дальше. Но нет. Нет той самой панды. Далековато две панды, которые могут дать контроль. И ребята просто в смок ушли. Умно. Умно. При этом смок не сработал бы, если бы рядом была зеленая панда. На этот смок ревилит. Кого? Соло вернули. Соло? Соло с топориком. Топорик здесь просто необходим. Есть спиритвесл, заряженный у Мейера. Но ульт в КД. Медасик и Квикбайя все правильно. Это то, что нам нравится. Сларк по нетворсу выше алхимика. На 14 минуте. Это пойдет по очень похожему сценарию. Единственное отклонение это то, что в этот раз у Тимада на линии были проблемы. В прошлой игре он просто фрикфармил на своем свене. И потом ему никто не мешал. Здесь некоторые проблемы были у Сларка. Но сейчас ему так же никто не мешает. Если на прошлой карте игра была просто идеальной, то сейчас она очень хорошая. Вот так вот получается. То есть да. Но это не 9000 Сларк и нетворс на такой минуте. А у тебя остальные герои компенсируются. Шторм до сих пор на днище. 4 560 нетворс. Элдор Титан уже дышит спину. Шторм герой, который хочет убивать на таких таймингах. Уже врываться. Он не может этого сделать. Любой его врыв заканчивается потенциально статик-штормом. Либо про кастом Тинни. Брайл пошел в Сайланс. Очень глубоко играет ТСМ. Смогут ли их наказать? Статик-шторм закрывает. Перекрывает проход скорее. Брюмастер без Праймал Спита. Соло давит дальше. Брайл. Неплохой ультимейт от НП. Много героев задел. Шторм на всю ману. Брайл. Лоу-граунде. Мистик Флэйр. Стики нажимает. Все же взрывает здесь и Тинни, и Дизраптора. Ну что ж. Немного ТСМ занаглели. Глубоко зашли. Были наказаны. Молодцы. Найт Панда. Сыграем дальше. Большие кила дают. Вот такие ошибки. Чреваты тем, что вы можете отдать преимущество в ближайшее время. Не так уж много золота ведут сейчас ТСМ. 3000 голды. Видим мы, что когда есть ультимейты команды Нейн Панда, они могут принимать драки в этот раз. Мы не видим ультимативного тимфайта у ТСМ, как это было на прошлой карте. Да ладно. Ничего себе. 1.6 на команду ТСМ. 2.3 на Найт Панда. С от Будум удивляюсь я этим коэффициентом очень сильно. А промокод Дача. Введите его при регистрации на Будум. Удвоите свой первый депозит. Бейсмастер. Нападение. Рор. Сразу же в шторма телепорт от Нейч из профита. Нужно больше помощи. Шторм летит очень глубоко. Ратос сошел. Эхо стомп. Все же погибает. Бист. Дальше не рискую давить. Не знаю, сколько героев за спиной еще. У этого НП. Кстати, объясни, почему тебе не понравились кафе. Я вот думаю, что Нейнбадос уже очень близки к тому, чтобы камбэкнуть. Шторм потихонечку начинает находить фарм. Уже скоро обгонит Фуриона. У Рамзеса появляется Родиан. Скоро будет БКБ. Я бы не сказал, что Сларк в той кондиции, когда он готов выигрывать. Нет, мы должны еще пофармить. Не хватает урона. Прямо на сплит, похоже, придется нажимать. Ага. Ари снова великолепен. Он пустил ультимейт. Похоже, в другой части карты он долетает. Ну, там еще статик висел. Не получилось бы нажать ультимейт. Но статик вытачивался именно. Я объясню свою мысль. Этот нетворс, если бы не алхимик был, а какой-нибудь блатикер, было бы 1010 сейчас, как мне кажется. То есть за счет алхимика еще держатся, ребята, по экономике, что нет разгрома. Ты говоришь, Шторм камбэк нет? Ну, Максим, будем ждать с терпением. Пока я вижу Нейч из профита, который фармит больше. Вбивает больше, чем это делает Шторм. И этот Нейч из профита, сейчас кто зашел на стрим, если что, это саппорт. Да, это не кор с медальоном, а тосом и ПТ на 17-й минуте. Да, но у ультимада тоже есть медас. Он тоже готов камбэкать. Ну, непонятно. Я вот пока думаю, что у панца не так плохо. Все, хорошо. Хорошо будем смотреть. Надежда остается от Максима Аганим у Ари. Аганим, это, конечно, страшно. Но пока, несмотря на то, что у Фриона очень много золота, я вижу его как корм для Шторма. Я думаю, что Шторм вполне в соло может его убить. Дисраптор без поляны, Мистик Плеер, прокат Бисмастера. Бисмастер остается с Рором, успеет ли куда-то его нажимать. Нажимает его на Скаймагу, ну, хоть какой-то враг. Глипсует Шторма. Маны нет, АТО залетает, и Шторма оставляет 10. Брюмастера тоже проблемы. Я не уверен, что Мейера готов из этого тимфайта выходить. Оставляет земляную панду. И Мейера уже понимал, что не уйти. Пытался хотя бы разменяться на Дисраптора. Хоть что-то. Брюмастер пытается купить этот медас с трудом, но придется потерпеть. Да, и даже не близко было к тому, чтобы убедить Дисраптора. Должно было быть много урона, но это не хватает. 9, 5, 10. Статистика саппорта. Неча с профита от команды ТСМ. Да, у ТСМ прошлая игра была на Вайтмлоне. На этом огромнейшем барлоке. И сейчас увидим Фуриона. Тари, который делает очень много работы. Ждем появления БКБ на Рамзесе, на Алхимике. Возможно, он повлияет на исход этой игры. Статик Шторм. Закрыли Шторма. Атос. Все это по Т2. Происходит очень нагло. Телепорт, если и был, то он был по каким-то причинам отменен. Шторм остается один, и он тут же... После статика в таверне, оказывается. Он только что прилетел на топ. И в такие моменты должен наступать тильт. Думаешь, сейчас время пришло? Ну, да. Возможно, Киатаку уже отошел от Лайнинг Стадии. Уже хорошо себя чувствовал в этой игре. Но вот после таких моментов, когда ты делаешь ТП с базы, думаешь пофармить крипов на линии. А тебя вот так вот принимают без какой-либо помощи от команды. Это может деморализовать. Ладно, ждем Алхимика. Алхимика, герой, который и может здесь полкоманды ТСМ попытаться убить с минимальной помощью. У Примастера появляется Мидас. В этот момент падает Рошан. Он под атакой. Много здесь героев команды Нейн Пандас, но это... А телепорты-то уже идут? Это просто байт. Телепорты идут уже, да. Рошана забрали. Телепорт от Нейч из Профита. Подходит Бисмастер. Прилетает Тимада. Соло пытался как-то это контролить, но безуспешно. Ловят Скаймага. Съедает Скай. Съедает Элдер Титана. Минус два Саппорта. Рамзес телепорт. Пауз появляется. Попадает Тимада. И Алхимик остается здесь. Он с БКБ. Ультимейт заканчивается. Но Рамзес здесь даже БКБ лучше не нажимать. И еще. Минус три. Плюс Аигис. И лишь минус Дизраптор. На Шторма напали. Мейера выходит. Пытается помочь. Праймал Сплит. Вылетает Киатака. Убить Тини быстро. Не так быстро получается. Вешается Весл. Работают четыре панды. И аккуратно работает и Шторм. Брайл до конца. Кто стал под волшебством? Убивает Шторма! Не должно было этого быть. Но это происходит. Оставится Брюмастер после Праймал Сплита. И Кинетик Филд. Баунс. Очень много стаков у Сларка. Ты посмотри вообще на эти цифры. 37 стаков СН Шифта. На 20-й минуте. Очень редкая история. Сларк дрался слишком долго. Убивает Вайтмуна. Брюмастер. Все еще живет. Очень долго живет. Телепорт от Мейера. Параллельно на центре. Убийство Скаймага происходит. Враг для Биста. Брюмастер ушел. И можно бежать дальше. ТСМ вообще не зависит от каких-то кулдаунов. Который дает прокастом раз 15 секунд. Есть Брюмастер. У которого вот-вот откатится Рор. И что самое важное. У них есть куча Сомонов. И Сларк. У которого Игис. А вот у Нейнпан пока нет ультабрю Мастера. Есть проблемы. Да, есть Алхимик. И все остальные герои. Однозначно слабые. Шторм не может сейчас играть активно. Его цепляют элементарным Паунсом. Рором. Атосом. И пока не может Киотака выйти из позиции такого саппорта в полноценного мидера. Нет этого камбэка, который может быть мы ждали. Да, я нет камбэка ждал. Но пока я не вижу какого-то командного действия от команды Инфантес. Да, они снизу попытались убить Дизраптора. Но в этот момент упал Рошан. Это, наверное, один из немногих выходов был сейчас сделанный имя в игре. Тяжело. Я вот смотрю на карту вообще и не понимаю, что им делать. А противник давит. Противник давит. Противник постоянно дерется. Нападение на Рамзес. Рамзес глиммер кейпит. Дасты. Попадает в область дастов. Рамзес уходит. Тимадос соло забирает башню снизу. Глимсует. Алхимика. ПКБ нажимает. Но уже после глимса Рамзес получает рор. Рамзес колбу заваривает. В принципе, неплохо получилось. Рассчитал Рамзес, что не получится его за рор убить. Ну, на Тонникова, честно говоря. На Тонникова. Да, было рискованно. Обошлось. Команда Теса может продолжать давление. Вот что самое неприятное для панк. Хотя бы кто-то качается на топе. Вон они так. По-моему, это Брюмастер. Тини без БКБ ворвался очень далеко. Его должны забрать. Забрали. Молодцы. Молодцы. Да, это было в пятером. Но смогли правила подловить. Тысяча золота зарабатывает команда Найт Пандас. Ну и ТСМ. Вспомнили, что есть Терзатель. На 23-й минуте прошлой карты вот подобное было. Т2 и Терзатель также забирали ТСМ. Ну, это точки. Набрались смелости. Панды выходят на своих эншентов. Тут уже никого нет. Забавно, что Тини получил Аганин Шард. Герой центральной линии команды ТСМ. Первый Шард. Стерзателя. Там буквально 20 голды разницы между им и Фреоном. Нападение на Ари. Вортекс. Атос в ответ. Был много телепортов. Плотный Нечис Профит, но недостаточно. Может выкупиться, если команда готова прям драться всем составом. А команда готова. Вообще-то много выходов в портал, я смотрю. Нельзя байбекаться. Тут драка просто ради драки. Это не стоит байбеков Фреона сейчас. Слышу рор. Это шторм. Это снова шторм. У тебя паунс летит просто из-за хайграунда, где у тебя нет вижена. И тебя больше нет. Пытаешься найти, знаешь, вот что пандам делать, как делать. Но пока видишь, что единственное для панд, что получается, когда ТСМ глубоко заходит, какие-то соло-герои их ловят. В остальном 5 на 5 прям мало шансов. Шторм уязвим. Шторму нужен Блэкинг Бар. Когда он появится, я не знаю. Честно. Миро Мидасик купил. И планируется радианс. Они уже играли таким пиком. У Рамзеса на Алхимике был радианс. Он его разобрал, сделал нули фаер. А Брюмастер сделал сердианс. 1.12. ТСМ. 6 на Найт Пандас от Бэтбум. Это только 24-я минута игры подходит к концу. Хотя, кто знает, сколько эта карта будет еще длиться. Ибо башни падают очень быстро. Все внешние башни были разрушены. Смог под конец Аегиса. Смог под конец Аегиса. Ну вообще... Да. Давай смотреть. Кто там играет? Два героя. Бисмастер и Дизраптор. Пингуют на Тинни снова. Тинни здесь один. Но он с руной невидимости. Нужно быть к этому готовым. Купил БКБ. Немножко не успели. Теперь Брайл развернется. Всех переломает там. И Брайл врывается сам. Нажимает БКБ. Статик Шторм. Не самый удачный получился Тос. Но Соло должны добивать. Соло Эхостом дал. Его добили. Нейчиспорфик ультанул. Попал в Брюмастер. Брюмастер с Прайм Сплитом. Выкупается Титан. Мейеру пытается поймать. Брюмастер. Вортекс Мистик Флэйр. Пешается Глиммер Кейп. Брюмастер выходит из Тимфайта. Проказ по Алхимику. Рамзес БКБ нажал. Пытается убежать. Из-за атаки. Которую тут сам начинал. Биста добили. Эхостом выкупился. Он уже в Тимфайте. Рамзес. Колба. Взрывает Рамзес сам себя. БКБ вперед. Взрывает Асларк. БКБ пошел набирать стаки. Алхимик вот-вот закончится ультимейт. Неплохой Эр Сплиттер получился. Хватит ли этого? Топили Дизраптора. Сларк очень много стаков набрал. Блэкинг Барр заканчивает. Еще один Дерпак. Тимаду на грани смерти. Нажал ультимейт. Восстанавливается. После того, как остался на 300 хп телепорт. То Тинни он его отменяет. Скаймак пошел к конкасе. В Сларку нужно подключаться. Помогать команде. Паунс на шторма. Шторм в таверне. Слишком сильный Сларк. Нельзя больше драться. Таков все больше и больше. Он здесь может всех убивать. Ну и правило может получиться убить. Работает Спирит Весел. Тика и Тинни Тинни. Догорел от Мейеро. Ну и Мейеро Мидас на прощание. И в таверну. Не так плохо, наверное. Не самая худшая драка, которую мы видели в рамках этой карты. Надо в байт-рекап смотреть. Чтобы понять, что вообще там произошло. Очень много убийств. Точно был один байбек от Солыча. Да. Да. Получается 4 героя, если считать Титана. Найт Пандус с тавернем было в какой-то момент. Колбана с Ларка. Опять, видишь, ребята используют схему. Мы уже видели. Примастер покупает тебе Радианс. А Алхимик покупает тебе бабочку. Но у него... У него есть Радианс. Он купит Синалифайр. Как раз таки он разбирает, скорее всего, свой... А нет. Нет, он не разобрал. Нет. Я думал, что как раз он на Баттерфляй разбирает этот Радианс. Ну да, да. Я вот и подумал. Мы же уже такое видели с тобой. Да, да, было. Мы еще так сначала недопоняли, а потом как поняли. Тут такого нет. Ну, что заметь. Сейчас Самманы Биста Алхимик обидеть не будут. У него уже два предмета с этими уклонениями. Также Тини, скорее всего, Трустрайк не купит себе. А что значит Сларк? А Сларк покупает себе Блатторн. Выбор неплохой. Но через БКБ не работает. Жесть. Что вы белые книги? Это точно Саппорт Фурио? Вот, я и говорю, что Сторм по-прежнему на дне. Иначе с Профит по-прежнему очень много выкачивает карты. Идет на уровне Бисмастера и Тини. То есть у тебя в команде ТСМ просто четыре кора. Во время как у Найн Пандас два с половиной, скажем так. Мягко говоря. Алхимик мне нравится бил, да? Я согласен с тобой. И так Алхимика тяжело было убивать. Даже в прошлых тимфайтах мы смотрели. Под ультимейтом БКБ Сларк вроде пьянает, стаки набирает, но убить не может. Убивать его, конечно, тяжело. Но может ли команда Найн Пандаса кого-то убивать сами? У них, конечно, есть Скаймаг. И там комбинация статик-притяжка-шторма плюс ульта Скаймага. Должны убивать одного героя. Но что потом? Это вопрос. Это вопрос. Главное как-то начать первым. Видим, что того же Нейчис Профита и Дизраптора можно убить легко. Так, выходит Найн Пандас. Выходит. Брюмастер ворвался. Брюмастер под Рошана? Блинкаут от Тинники. Нетик защитный. Драка под Рошаном. Байбеки. Два байбека. Я вижу три. Брюмастер, Скаймаг и Дизраптор. Шикарный вард стоит у ТСМ. Он все видит вообще. Вне карты, на горке, на топе. Шторма сейчас было видно. Алхимика тоже. У них здесь все в вардах. Они все знают. Да, они все знают. Сакрит у Брюмастера уничтожен. Брайл. Проказ. Быстров, Скаймага ворвались. БКБ с этих шторм. Брюмастера закрыли. Брюмастера никто не убивает. Скаймаг, Лиммер Кейпи. Детекшн не было. Рор на Брюмастера. Хотят его добить. Очень рано дается Рор. Успеет ли добить меру? Успевают. Было на грани. Антарас выходит из тимфайта. Остается соло. Минус два. И 30 секунд до Рошана. Чисто в теории Найт Панда смогут успеть подраться здесь еще раз. Это, конечно, очень неприятное ощущение, когда к тебе прилетает Глепнир от четверки Хуриона на 20 минутах. И соло сейчас это испытал. Намечается башер у алхимика. Все хорошо. К алхимику, к билду почти нет вопросов. Тут все понятно. База. База падает. Дракон. Кабаны. Тинни идет. Саганим шар. Возможно, это будет момент, на котором Найт Панда имеют шанс. Камбэкнуть игру. Если они сейчас убивают там двух-трех героев, они идут на Рошана. И дэмэдж на Рошана у них точно имеется. Алхимика. Проспами колбы. Ага. Блинкауты. Все уходят. Казарма остаются. ТСМ не рискуют. Надо дождаться Рор Статик Шторм в идеале. И Крашану появится все это лучше. На Праэлл напали. Праэлл без БКБ. Праэлл. Он здесь рядом. Но Дизраптор как он поможет-то? У него Статик Шторма нет. Мистик Флэйр. Убили Тинни. Ловят Бисмастера. Нейчис Профит в Тимфайт пока не хочет прилетать. Бисмастера здесь оставляют. Эхастом. Телепорт. Да ты ладно! Да Сларка поймали. Но у него там БКБ. Шадоу Дэнс. Попробуй его убей вообще. Баунс. Еще один баунс. Телепорт. Блэкинг Бара хватает. Тиммада выживает здесь. Как ушел Бисмастер я не знаю. А я тебе могу рассказать. На него Сларк Шарт нажал. И он в нем сделал пау. И там нет никаких станов получается. Только Алхимик если сам себя бы застанил. Сам себя взорвал бы. Либо Ир Сплиттер на Предикте так же кинуть. Ну круто. Круто было. Команда шикарно сыграла в этом моменте. То есть это был реально момент. Убиваешь тут Бисмастера. Уже можно про Рошана было какого-то думать. Теперь придется снова играть 5 на 5. Если конечно команда Найт Пандес в Этрошпит пойдет. А я думаю она пойдет. Я думаю она пойдет. Тем более Алхимик 18. Башар себе купил. Бримастеры все еще Сакрит в Курьере мертвом. Нужно драться. Нужно рисковать. Отдаете Рошана. Этот Сларк становится неубиваемым. Тут еще и Сыр. Это второй Рошан. Да и кафе неутешительное. А 7.5 на Найт Пандес. Отбуд бум. Уже. Мы сегодня видели конечно коэффициенты и по 10. Но это была южноамериканская дерби. Там конечно совершенно другая дота. И в целом была история. Не такая разгромная. Все. Полетели ТСМ. Паунс. На Шторма. Бейстер. Шторм. Вообще похоже стана никогда уже не выйдет. Он не выходит со стана. Глейбнир. Рор на Алхимика. Алхимик 1 против всех. Стомп от Кентавра. Рамзес. БКБ не жмет. Нажал его в последний момент. Сдавится спруты. Рамзеса закрыли. Драка идет в двух частях. Брайл избивает саппортов. Эхо стомп от Соло. Соло дает классный спейс. Ларк пока спит. Топили из Каймага. Колп по двоим. Алхимика глимсует. БКБ заканчивается. Ультимейт вот-вот закончится. Глеймеркей повешен. Смысла от него нет. Минус Алхимик. Телепорт от Мьеро. Мьеро уходит. Праил смотрел далеко вперед. А Праил его что не увидел? Он блинканулся прям в Бримастера. Не ожидал, что... Куда дальше побежал? Думал, что Бримастер, да, побежал. Получается, по-хитрому сыграл Мьеро. Но уже 17 тысяч перифарма. Проверяем на байбеке? Да, да, да. Крипы есть. Тини есть. Тавер дэмэдж здесь очень много. Больше, чем достаточно. Фреон, пеньки, Бистмастер. Шторм не полетел вниз скипать пачку. Пачка на месте. Ребята такие немножко вспомнили. Почесали репу. Оказывается, Рошан есть. Да, не вспомнили, что произошло в предыдущий раз, когда они захитили на ХГ. По топу. Их там оставили. Но в плане того, что Рошан не забрали, немного пощадили. Значит, профит БКБ себе везет. В позиции 4. Давайте на Творс, наверное, посмотрим вообще, что там изменилось. Где Шторм? Шторм приближается к Примастеру. Значит, профит третья позиция. Третья позиция. И третья позиция в целом. И вторая в своей команде. Невероятно. Невероятно. Если бы удалить Нейт Чиспрофит или сделать из него классического НП, который сейчас бы там бегал с Атосом и Солар Крестом, наверное, было бы Нейт Пандас проще представить, как камбэкать. Да, здесь Фурион уже потихонечку в нешуточном атакула керри превращается. Хекс. Следующим артефактом у него будет. Тоже приятно. Вот Торнус Ларка есть. Игра может закончиться уже в ближайшие минуты. Аэгги 4.30. Команда ТСМ продавливает топ, продавливает ботом, забирает второго терзателя. Не так просто он дается. Там еще и Элдер Титан мешает. Они его, походу, не заберут. Можно нажать, наверное, Шопот Дэнс. Ну да, надо немножко подригениться. На центре. Напали. Быстро. Это снова Киатака. Какие атака в Этерос ушел? Ну, слава богу, в Этерос. В Этерос отправился. Мечис Профит не ультовал. Вангард. Это Эбиселл, который пока будет без Алхимика. И Алхимик без него. Рецепт уже куплен. То есть Рамзес прямо сейчас и без Эбисела, и без Байбека. Вау. Три минуты целые без Курьера. За это время ТСМ точно могут сделать какие-нибудь крупные дела на этой карте. Как минимум забрать терзателя. Но это маловато. Да, это точно мало. Дизраптор с Эканим Шардом. Ну ладно, пусть будет. Пусть будет. И заход на базу. Не то, чтобы Эт Эбиселл сейчас игру решал. Но неприятно, когда ты и без Эбисела, и без возможности вернуться прямо на своей базе и подраться. Утонул Нечис Профит. Полетел Шторм. Вортекс на Сларка. Сларк с Аегисом. Это плохая цель. Пытается его быстро убить. Выбили Аегис. Нажали Праймал Сплит. Праймал Сплит на Бисмастера. Пошли пока без Рора. В Сларк появляется. Тут же Ультима. Тимадо! Было больно. Может быть реально этого Эбисела не хватило? Сейчас. Рор на Алхимик. Тимадо прыгает дальше. Нажимает ПКБ. Пытается перебить. Статик Шторм закрыли Шторма. Шторма пытается убить. Бесполезно. Глимер Кейп вешает Тимадо. Урона маловато. Не хватает соло. Быстро сделать фраг. Примастер избегает этого тимфайта. Врыв от Алхимика. На Нечис Профита. Вортекс убили. Бисмастера цепляют. Генетик Филл закрыли. Он не спасает. Атака. Прыжок. Мана нужна. Нет маны. И вортекса нет. Ну слушай. Слушай. Я посмотрю как Сларк бьет. Он вообще не носит урона по этому Алхимику. Вообще. Да. Он прожал утерблейк. Он прожал шарт. И... Я не заметил, что у Рамзеса вообще уходило хп. Да и стаков набил он немного. Всего 16. За... Довольно длинную траку. Ну что ж. Плюс мораль должна быть точно. Для Найт Пандас почувствовали силу. Почувствовали, что Сларк не может ворваться там за один рор. Быстро убить. Во всяком случае Алхимика со Штормом и Скаймагом с Титаном все проще. Интересно. И расчет остается все еще лишь на один Блаторн. Чем можно поспорить. Паунс. Момент Оркида. Вылетает Сларк. Это была близко. Очень хорошая реакция от Тимадо. Если бы... Сейчас залетел просто этот орчит от... От Шторма до Паунса. Можно было его убивать. БКБ было в КД. Ну что ж. Найт Пандас. Могут сотворить чудо. Если у Шторма появится, например, Аганим какой-то, я уже могу... Готов переобуваться потихонечку. Я понимаю, что у Шторма не Скайм Творс, у нее только Блэкинг Барр. Но дальше это может быть Аганим. Так, Аганим может быть, Аганим в такой игре может зарешать. По-моему, мы видели очень похожий драфт команды Нейн Пандас. У них был как раз-таки Алхимик Шторм. Возможно, там же был Блэмастер. И игра в определенный момент выглядела на крайней безысходности для Нейн Пандас. Но они камбэкнули. Возможно, Алхимик не такой уж и плохой герой за чертой сороковой минуты, когда начинается уже серьезный такой лейтгейм. Мы все еще ждем, пока Рамзес дофармит свои шесть слотов. Нападение на Шторма. Прилетели. И атака нажимает БКБ. Оно появилось совсем недавно. И в этот раз легко уходит. Но все равно у ТСМ появляется очень приятный момент, чтобы заходить и ломать базу. Минус атака Зарма. Хорошо. Мало-помалу сойдет. Получается, мы ждем Хекс от Ари. У него уже есть чуть более двух тысяч золота. Осталось там еще три нафармить. Ну, с таким кодом игры... У него вся карта в руках. Он может летать куда угодно. Фармить крипов, где захочет. Тата Рошана еще очень долго. Поэтому ТСМ просто качает карту. На хайграунд они, похоже, в Этро заходить не будут. После того, как обожглись, все же Сларку убили слишком быстро. Ух, ладно, карта становится явно интереснее. Из игры, которая могла закончиться на тридцатый, мы переходим потихоньку в лейтгейм. Тысяча семьсот у Шторма. Ну все, это должен быть Аганим. Это должен быть Вортекс. Так, ну за тысяча семьсот ты не купишь Аганим. Да, я понимаю. Но мы потихонечку будем к этому. Ну, заметьте, как мало карты есть у Нейн Пандес. Они потихонечку распушивают линии. Те моменты, когда они приходят под базу. И совсем чуть-чуть фармят лес. И, кстати, это уже похоже на какой-то командный выход от Нейн Пандес. Пытался Рамзес кого-то поймать на колбу, но, увы, взрывает сам себя. Почистили обзор. Меньше контролю ТЮСМ. О чем ты говоришь, что Нейн Пандес все больше и больше захватывают карты. Смоук. Снова командный выход. Давайте посмотрим. Да, какой-то такой смок получилось. В итоге команда Нейн Пандес отступает на свою базу. Может быть через топ как-то будут выходить. Я удивлен, что на протяжении всей игры, начиная с десятой, картина Нейн Пандеса вообще не меняется. То есть Алхимик в топе, топ-1. Дальше идут четыре героя команды ТСМ. Четыре героя. Наверное, единственное изменение, которое там произошло, это Шторм обогнал Брюмастера. Обидно, что у Дизраптора так все плохо. Вайтмун купил себе Блинк Дайгер. Это очень крутой слот. Но желательно, чтобы у тебя еще и Аганим был до этого. Было бы намного лучше. То есть игра Дизраптора уже не строится. Там слишком много куплено БКБ. Тим Мадо. Паунс. Может быть неплохая колба и по двоим. Но Ноу Вижен. Алхимик не может прыгнуть. Все еще Т1. Все еще Т1. И, скорее всего, Рошан будет здесь. Точно будет здесь. То есть возможность ТСМ после байбеков прилететь и на аванпост, и на тавр за несколько секунд. Киатака Телепорт. Хорошую траекторию нарисовал игрок Найт Пандас. Где противник может играть Рамзес. Остался. Тини ворвался один. Брюмастер. Будет ли как-то еще закрыть его? Рор Статик Шторм. Айндиск собирается. Баунс. Брюмастер. Все еще могут убить. Брюмастера убили. Колба полетела в Лотос. В Алхимика. Алхимик. Пока ноль урона. Пока ноль урона. Начинает пробивать. Но там все. Все бьют Алхимика. Дайте помощь. Вообще один Алхимик. Без байбека. Рамзес пытается убежать. Ставится с пруты. Телепорт от Рамзеса. Толкают его. И спасают. Очень опасно было. Лакинг Бар заканчивался. Но все еще проблема. Брюмастер в таверне. Алхимик без ресурсов для тимфайта. Без ультимейта. Без БКБ. Алхимик не может драться. Он просто поймает Блаторна и умрет. Он уже не будет тем танковым Алхимиком, которого мы только что видели. Блаторна улетела на Брюмастера в прошлой драке. Но ТСМ боятся. Они уже обожглись один раз, заходя по низу в этой игре. И теперь не рискуют. Может быть будут ждать Рошана до минимального таймера 10 секунд. Снова Лотус. Шторм вылетает. О, Стинни ворвался глубоко. Алхимик. Алхимик. Это Рамзес. Это Рамзес. Он полетел. На Тинни Орлайнс. И команду уже помочь не могла. Без Байбека. Выкупаются все, кто могут. Пока это лишь один соло. Падает. Падает база. На топе одна казарма. На центре тавера две казармы. Как это защищать? Что там вообще Алхимика? Может ему там баунтируны какие-то помогут? Нет. Нет. Ему ничего не поможет. Он купил все, что мог. Последний барак остается. И это блоки атака. Просто умер за проказ Тинни. Байбека. Дерутся. Но на Тинни напали. Тинни убили. Тинни может быть выкупится. Алхимика нет еще 50 секунд. ПКБ. Нейчис Профит отступает. Казарма Бейсмастер бьет в этот момент. Казарму уничтожает. Вот что самое важное в этом тимфайте. И сам тимфайт. Бейсмастер стоит. Просто один наваливает. Ладно, не один. Он с драконом. И Беймастер пока бегает ДНН с Профитом. За остальные команды. Казарма пала. Статик Шторм. Классный. Шторма закрыли. После байбека GG. Команда Найт Пандас покидает Бэтбум Дачу. По крайней мере турнирную ее часть. А ТСМ проходят дальше. Ну.